Всем привет! Это Иван Джон Тожевцов, тренер команды HellRiders и в этом видеоблоге я немного расскажу о том, как прошел для нашей команды Epicenter. Ну и в двух словах расскажу о том, что будет в ближайшее время. В общем, Epicenter мы проходили через квалификацию СНГ, как вы знаете, в рамках которой победили Flipside, Gambit, Tengri. В общем, все на данный момент серьезные команды СНГ. Одна из непростых особенностей была в том, что мы многие матчи играли вместе с Дэдфоксом, который только влился в состав, и у нас буквально было там, наверное, 2-3 дня для того, чтобы подготовиться к важным матчам. Слава богу, мы их выиграли, попали на Epicenter. Это было очень важно для нас. На Epicenter группа у нас была очень непростая. В группе были SK и Virtus.pro, которые на данный момент считаются лучшими командами мира, плюс крепкий Fnatic. Учитывая систему турнира, мы понимали, что как бы шансы на выход с группы есть, потому как с группы выходят три команды. Нам необходимо сыграть хотя бы лучше, чем Fnatic или, например, лучше, чем VP, учитывая, что мы играли за этими командами до этого на ESL Pro League. И как бы мы, ну я не сказал бы, что чувствовали прямоверенность, но знали, что победить можем. Относительно самих игр у нас первый матч был с Fnatic. Мы знали, какую карту пикнут они, и были к ней готовы, и предполагали, какую карту пикнем мы. На их пике карте TheCash у нас все неплохо получалось, и несмотря на то, что мы проиграли обе пистолетки, получилось выиграть карту, и мы были очень довольны. Первая карта турнира, победа, все клево, но много микро-моментов, которые мы отдали по своим мелким ошибкам на оверпассе, плюс после того, как мы первую сторону отыграли 4-11, взяли пистолетку и шли неплохо, но очень глупо отданный Эко, как там сильно-сильно не повезло нам, и очень сильно повезло твисту, и мы проиграли очень важный раунд, который сломал нашу экономику, и в итоге отдали свой пик. Из-за чего, собственно, в итоге мы из группы не вышли. Это, наверное, вот самый важный был матч именно с фнатиками, первый матч, потому как если, учитывая, что мы подже сыграли с ВП 1-1, опять же, победив на их пике на карте Cobblestone, но не получилось отжать свой пик карты Denuk, на котором, в принципе, у нас такая игра пока что не очень стабильная. В общем, 1-1 с ВП, 1-1 с фнатик, и последний день игра с СК, учитывая, что первые игровые дни у СК не сильно шло. Понятно было, что они очень сильно соберутся на нас, потому как матч был за выход из группы, и, собственно, нам было очень трудно. Во-первых, у нас не было опыта игры на лане в такие важные моменты с такой сильной командой, которая уже имеет много опыта и умеет собираться, когда это нужно. Нам немножко не хватило уверенности, и мы в итоге проиграли встречу. Пересматривая демку, я, конечно же, понял, что буквально некоторые микромоменты отделяли нас отважно из этих раундов. Вот. И на том же оверпассе, который мы проиграли достаточно сильно, буквально 2-3 момента, и счет на первой стороне мог бы быть совершенно другим, даже противоположным. Ну и Cobbl. Cobbl они показали классную атаку. У нас не получалось делать наши задумки за диффенс, которые у нас получались против VP, что позволило нам выиграть эту карту Virtus.pro. И очень жалко, мы в итоге вылетели с турнира, как бы показав неплохую игру, но с группы мы не вышли. Понятно, что многих больших ожиданий от этого турнира у нас, ну, не было такого, что мы там прям должны выигрывать и все такое, потому как наша команда молодая относительно состава. Мы играем с Дэдфоксом, наверное, недели 3, может быть, чуть больше. И это был такой первый турнир для нас. Я считаю, что мы выступили достаточно неплохо, но могли выступить лучше. По поводу самого турнира, организации и всего такого. Вообще Epicenter был очень крут. Очень крут в плане отношения к игрокам. У нас было все необходимое для спокойной тренировки, были прокрумы, хороший интернет, нормальные компы, Wi-Fi в гостинице был замечательный. Сама гостиница была очень крутой, может быть, даже чуть более крутой, чем на других турнирах и чем это нужно. Даже так. Ну, в общем, было очень клево. Особенно очень радовали люди, которые помогали решать любые вопросы. То есть все моменты, которые возникали, все проблемы, очень быстрая реакция, очень большая помощь. И реально чувствовал себя просто, ну, я не знаю, с чем сравнить. В общем, очень клево, очень классный саппорт игрокам. И все было очень круто. Особое спасибо главному админу Кристину, который очень клево проводил квалификации, очень лояльно, в общем, очень лояльно делали сетку, матчи, все необходимое для того, чтобы игроки и команды могли играть в удобное для них время. Очень согласованно со всеми, очень-очень удобно. То есть это реально редко сейчас, потому как многие организаторы ставят конкретные даты, вот как, например, с теми же отборочными на мейджор. Новость появляется за пару недель, что вот, играете квалификацию. При том, что у всех команд очень жесткое расписание, не очень просто поставить какие-то матчи, которые ты заранее не планировал, на какие-то игровые дни. Апицентр большие молодцы, что они и квалификацию сделали классно, и даже если бы нам пришлось играть отборочные на минор, они бы нам предоставили все возможности для этого. То есть большой, огромный респект организаторам Апицентра и именно главным админам. По поводу ощущения по всему турниру, конечно же, все очень было прикольно. Видно было, что команда у ребят еще молодая в плане продакшна, и были небольшие косячки. Но основное впечатление, конечно, круто, что в СНГ появился еще один крутой турнир, подобный Старладеру, который привозят лучшие команды мира в СНГ, и они могут играть перед СНГ публикой, что очень круто. Я надеюсь, что конкуренция теперь между этими двумя турнирами будет сильнее, и из-за этого будет больше команд, больше турниров, больше интересных матчей, больше возможностей болельщикам СНГ приходить и смотреть на любимые команды и на игру вживую. Это очень круто. Что дальше? Дальше я хотел бы сказать, что после вылета с Апицентра мы только один день отдохнули, все остальные дни мы тренировались в наших прок-зонах, старались выжать максимумом из того, что мы находимся вместе, есть прок-рум, и мы стараемся улучшить свою игру. Несмотря на то, что некоторые игроки подзаболели из-за прохладной московской погоды и, может быть, во время трансферов, пока мы летели, кто-то где-то перемерз, и так получилось, что один игрок с кашлем невольно немножко подзаразил остальных игроков, и мы все были в таком полу... Ну, не скажу, что больном, но вот были такие небольшие признаки простуды у каждого игрока. Из игроков. Сейчас мы прилетели домой, у нас около пяти игровых дней будет на подготовку к минору, на который мы летим уже 2-го или 3-го числа, и, собственно, там будем биться за слот на закрытой квалификации. Что еще сказать? Да, думаю, больше ничего нового я вам не расскажу. Единственное, что скажу, что большое спасибо всем, кто нас поддерживал, кто пришел на автограф-сессию на эпицентре и вообще, кто следит за нашей командой. Мы реально много работаем и стараемся улучшать свою игру от дня в день, и спасибо вам большое за поддержку. Болейте за нас на европейской миноре, мы будем стараться показать крутую игру и пройти на закрытой квалификации. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»